МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Розуваев. Вот о чем расскажем сегодня. Уборка городских территорий и другие темы повестки дня планерки в администрации. Мобильный прививочный пункт начал работу на проспекте Маркса. Итоги деловой игры Обнинск Город Первых при зрительских симпатии за лучший проект. Выставка летчики военной поры пополнилась новыми экспонатами. На очередной планерке в администрации шла речь о работе коммунальных служб по приведению в порядок городских территорий, а также о ходе ямочного ремонта и вакцинации жителей от коронавирусной инфекции. Подробности в следующем сюжете. Исполняющий обязанности замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуви доложил о проведении субботников на территории Обнинска. Кроме того, ведется подготовка и к большим весенним уборкам, организованным на общегородских территориях. 24 апреля Всероссийский субботник. Здесь запланированы масштабные работы по уборке территории. Значит, это будет городской пляж, сбор в 10 часов на автомобильной стоянке возле городского пляжа Репинский овраг, возле городского парка. Это сбор в 10 часов, также угол магазина «Пятерочка» по улице Пирогова, дом 18. В парке Белкино пройдут большой субботник, сбор в 11 часов. Также 24 апреля на территории Гурьяновского леса пройдут третьи чистые игры. В состязаниях могут принять участие команда от двух до четырех человек. Каждая группа регистрируется самостоятельно в онлайн-формате. Городские службы все подготовили, чтобы были контейнеры и были пакеты, куда убирать мусор. Поэтому каждый определяется, 24-го все вместе встречаемся на субботнике. Татьяна Леонова сообщила на планерке о том, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации признало реконструкцию улицы Леяпонского лучшей муниципальной практикой. Это для нас очень приятно, очень почетно. Но я бы обратила тоже внимание наших коммунальных служб, что после зимы улицу надо приводить в порядок. Есть какие-то, как сказать, изменения, которые произошли и с плиткой, и со всем остальным. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, приведите все в порядок, для того, чтобы город мог гордиться лучшей муниципальной практикой. Обсудили и жалобы жителей Наукограда, связанные с тем, что в приложении Яндекс.Транспорт не отображается ряд маршрутов, в том числе 18 и 19, благодаря которому учащиеся физико-технического лицея добираются до учебного заведения. Что касается информационной системы Яндекс.Транспорт, на данный момент устойчиво в системе отображаются транспортные средства по маршрутам 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 17 и 21. Что касается маршрутов 1, 5, 8, 10, 15, 18, 19, то по информации оператора, при устойчивом отображении транспортных средств на данных маршрутах в течение длительного времени, длительное время Яндекс.Транспорт для себя определяет 2-3 недели, будет отображаться данное транспортное средство и в Яндекс.Транспорте. Все маршруты Наукограда можно отслеживать помимо платформы Яндекса и в информационной системе транспортного портала «Транспорт-40». Родители волнуются, дети добираются разных уголков города. Когда они видят в телефоне, как передвигается автобус, который сел ребенок, им спокойно. И они, например, знают, через сколько автобус подъедет. Вопрос, касающийся появления ряда маршрутов в системе Яндекс.Транспорт, будет решен в короткие сроки, проинформировала начальник управления потребительского рынка транспорта и связи. Наступила весна, и у сотрудников противопожарной службы прибавилась работа. На территории Калужского региона ежегодно возникает сложная ситуация, связанная с полом травы. По информации Ивана Дьяченко, зафиксировано 295 случаев возгорания сухостоев на территории области за 10 дней с начала пожароопасного сезона. Что касается Обнинска, произошло 5 случаев пола травы. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Сделать прививку от коронавирусной инфекции в Обнинске становится проще. В городе начинают работать мобильные пункты вакцинации, организованные клинической больницей номер 8. Первый такой пункт сегодня открылся на главной городской площади возле детской площадки и торгового центра «Триумф Плаза». Мобильный пункт вакцинации – это специально оборудованный автомобиль скорой помощи, в арсенале которого морозильная камера для хранения запаса вакцины при требуемых условиях не выше минус 18 градусов. И все необходимое для безопасной процедуры. Здесь работает врач или фельдшер, который осматривает пациента перед вакцинацией, принимает решение о допуске к ней, а также процедурная медсестра, которая делает прививку. Перед этим в специально оборудованном месте неподалеку заполняются все документы. Добровольно информированное согласие на процедуру, анкеты, бланк осмотра медицинским работникам. Выдается памятка с датой вакцинации вторым компонентом. Что за ощущения, впечатления? Впечатления, как обычно, ничего обычного не чувствую. Все нормально, все хорошо. Сама процедура, насколько комфортно было проходить это? Нормально, все хорошо. Паспорт по лесу СНИЛС. Всего три документа требуются для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19. И, безусловно, отсутствие противопоказаний. Это на месте определяют врач или фельдшер, которые внимательно осматривают каждого, кто приходит сделать прививку. Вакцинация проводится без предварительной записи всем совершеннолетним жителям города и соседних районов. Вы с супругом сегодня пришли? Да. А вот как было принято решение вакцинироваться? Ой, ну это нужно. Мы тем более едем отдыхать в санаторий, поэтому нужно обязательно. И всем советую прививаться. Это дело хорошее. Жить хочется всегда. Спасибо, удобно, очень хорошо. В мобильном пункте используется отечественный препарат «Гамм-Ковид-Вак» торговое номинование «Спутник Ви». Прививать в нем будут обоими компонентами вакцины. Причем в мобильном пункте могут получить второй компонент пациенты, которые ранее прививались в стационарных пунктах поликлиник. Для этого необходимо взять с собой комплект документов, полученных после вакцинации первым компонентом. В прошлый понедельник на совещании у мэра на планерке вновь было заявлено, что для усиления и наращивания масштаба вакцинации в городе Обнинске будет открыто дополнительно 4 пункта вакцинации. Один мобильный, это вместе массового скопления людей возле торгового центра «Плаза». Второй будет мобильный пункт ездить по спецпредприятиям. Кроме этого мы разворачиваем дополнительно еще по одному пункту стационарному в поликлинике номер один и в поликлинике номер два. Таким образом у нас в течение ближайшего времени будет полноценно задействовано 9 пунктов. Хочу сказать, что обнинцы с большим энтузиазмом относятся к вакцинации. Они не боятся, они приветствуют вакцинацию. Об этом горячо и красноречиво свидетельствуют факты, что уже первым компонентом привело 7100 человек, вторым 4700. Запас вакцины достаточен. ФМБА нас поддерживает. Налажены регулярные бесперебойные поставки вакцины. И я хочу отметить, что областные власти, городские власти, исполнительная власть и депутатский корпус поддерживают все наши инициативы. Я думаю, что в таком тандеме мы будем продолжать и дальше сотрудничать. Аналогичные мобильные пункты работали в Обнинске осенью во время вакцинальной кампании против сезонного гриппа. И они пользовались большой популярностью у жителей города, особенно у тех, кто по каким-то причинам избегал посещения поликлиник или опасался очередей. Очень я решительно принял такое решение. Почему? Потому что в поликлинику туда это связано со сложностью и желания нет туда. Там все-таки людей много контактируют. А здесь удобно, я рядом живу. Поэтому я увидел и сразу принял решение без колебаний. Мобильная бригада будет работать на площади возле торгового центра «Триумф Плаза» ежедневно без выходных с 10 до 19 часов. Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ 15 апреля в Кванториуме наградили победителей деловой игры «Обнинск. Город первых» и подвели итоги зрительского голосования за проекты. Больше всего голосов жителей Обнинска набрал проект 10-й школы. Ребята предложили благоустройство берега Протве. За время деловой игры школьники познакомились со многими людьми, занимающимися перспективным развитием города. Они посещали музей истории Обнинска, побывали на экскурсии в городской администрации. И практически каждый проект нашел тех, кто заинтересован в его реализации. Результат стараний старшеклассников высоко оценила глава администрации Татьяна Леонова. Вы чувствуете город. Вы взяли те проблемы, которые волнуют всех горожан. И все ваши проекты, какие-то могут быть быстро реализованные, какие-то может быть не очень, но действительно найдут свое воплощение, мне кажется, в будущем в городе. Поэтому, ребят, спасибо огромное. Я тоже считаю, что игра не закончилась. Это не игра. Это так, как вы взялись, это серьезно. Поэтому все только начинается, и вам успехов. Один проект создан, да здравствует новый проект. В Обнинске с 26 апреля по 30 мая будет проводиться голосование за благоустройство общественных территорий. Жители с 14 лет могут принять в этой процедуре активное участие. Чем больше интереса к этой тематике самих обнинцев, тем больше шансов увидеть в следующем году преображенные пространства. Участников мероприятия пригласили проявить активность в этом вопросе. Директора, учителя и все, кто проявил себя во время деловой игры «Обнинск. Город первых» были награждены дипломами, благодарностями и памятными подарками. Приз зрительских симпатий завоевала команда школы номер 10 с проектом по благоустройству прибрежной зоны реки Протвы. Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр выразил признательность ребятам за такое внимание к проблеме экологии. Город, в котором есть река, без нее жить не может, отметил он. И в своем интервью журналистам подчеркнул важность реализации этого масштабного проекта, сложного, но выполнимого. Нам нужно, чтобы река была избавлена от вредных стоков, чтобы река была почищена, углублена. И очень важно, на мой взгляд, чтобы мы думали не только о левом береге, который является нашим, обнинским, но и о правом береге. Потому что, если уж мы затеваем такой проект, то мы должны объединить и пригласить сюда наших соседей из Малославецкого района, которые, конечно же, вместе с нами будут и выполнять эту непростую задачку, но и вместе с нами будут радоваться тому, что мы создадим. Главным итогом этой деловой игры стало понимание, что молодежь и взрослые нашли общий язык и свободно общаются на серьезные темы практически на равных. Обоюдный интерес и неравнодушное отношение к общему дому позволят сделать Обнинск еще более комфортным для жизни. Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 16 апреля в полдень дежурную часть поступила заявление от женщины, проживающей по адресу проспект Ленина, 176, о пропаже изделий из золота. Гражданка обнаружила, что из ее комнаты были похищены драгоценные украшения – кольца, перстни, сережки и цепочка. Общий ущерб оценить она не смогла, но подозревает в краже своего мужа, который проживает в этой же квартире. Натянутые отношения между супругами, по словам потерпевшей, уже давно. Виноват ли в совершенном мужчина или это сделал кто-то другой, покажет следствие. 17 апреля в 10 утра на улице Лесной возле дома 1А произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист. Столкновение произошло с автомобилем «Лада Ларгус», по чьей вине пока не установлено. Мужчина, управлявший мотоциклом, получил при падении множественные ушибы. Его отвезли на скорой помощи в клиническую больницу номер 8. Автомобиль поврежден незначительно. На месте происшествия образовался затор. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться, кто спровоцировал эту аварийную ситуацию. Надо отметить, что ДТП с участием двухколесных транспортных средств с начала мотосезона участились. Несоблюдение скоростного режима довольно частая и характерная причина подобных происшествий. Как было на этот раз, покажут проверки. 15 апреля в Музее истории Обнинска проведена беседопрезентация обновленного комплекса постоянной экспозиции «Летчики военной поры». В программе мероприятия было знакомство с экспонатами и встреча с родственниками ветеранов, чьи личные вещи пополнили выставку. Дополнение постоянной экспозиции – это редкое и очень важное мероприятие, тем более, когда на встрече присутствуют родные и близкие героев, ушедших в бессмертие. В этот день рассказы о жизни летчиков, героев Великой Отечественной войны, детали их биографии можно было услышать от внучки Александра Ипатова и дочери Александра Медведева. А это вот когда мы были в город Умань, от Киева где-то совершенно недалеко, помню, «Летный город», это вот его друзья, с которыми он служил, и многих я помню, потому что мне уже было, мы уехали 7-8-9 лет, в 9 лет демобилизовались. Среди новых экспонатов выставки – «Летная книжка» Александра Устиновича Медведева, служившего летом 1943 года в Ермолино, где располагался аэродром Инютино. Также в постоянную экспозицию музея включили присягу Николая Ульяновича Супруна. Герои войны служили в Первой воздушной армии. 5 мая 1942 года в наших местах родилась Первая воздушная армия. На территории города есть несколько исторических памятников, посвященных этой Первой воздушной армии. И интересно, что армия-то имела два аэродрома вблизи. Один спас за Агорье, он сейчас не сохранился, а второй – вот Инютино-Ермолино. Здесь располагался 56-й истребительный полк, и фашисты пытались узнать местонахождение штаба Западного фронта. Однажды вражеский самолет-разведчик проследил за возвращавшимся заданием нашим летчикам, но по тревоге в небо устремились два советских яка, и в воздушном бою враг был уничтожен. Лейтенант Родионов сумел сбить немецкий самолет, решив идти на таран. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Эти и другие интересные факты о Великой Отечественной войне можно узнать, посетив обновленную экспозицию музея под названием «Летчики военной поры». Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.